по представлению компании спайдерка нож бёрд кара кара 2 является эконом вариантом ножа спайдерка эндуро действительно если сравнить эти два ножа вместе примерно по размерам не особенно вдаваясь в детали туда они очень похожи только вот разница между ними как бы если в лоб она очень простая бёрд это не совсем спайдерка это и дочерняя компания это нож из стали 8 cr13 мави производится в китае спайдерка эндуро же это нож из стали вид же 10 производится он в японии в целом остальном тот же самый материал рукояти немножко по-другому сделанная рукоять есть небольшие детали скажем так в дизайне тот же самый замок но если скажем так чуть чуть больше копнуть чуть чуть лучше то становится понятно несколько отличий давайте попробуем начать с эндуро это не то чтобы полноценное сравнение я просто демонстрирую то есть как сделан нож дабы показать как сделан бёрд конкретно об андуре мы еще будем говорить не они сейчас речь речь о бёрде что характерно обзор я снимаю раньше чем провожу тесты я не знаю будет ли это видно но я хотела бы на это надеется сказать что эти подводы кривые сказать что обработка спусков сделана через одно место это ничего не сказать вообще то есть этот может я сейчас как бы не вижу такого на экране камеры но визуально это видно отлично насколько насколько сильно в ужасном состоянии подводы я вот думаю по бликам это заметно насколько они простите прямые ровные хочу еще показать один момент за получится или нет качество обработки вот этой насечки на бёрде такое ощущение что ну да ладно давайте дальше еще пройдемся чуть-чуть я не помню честно говоря последний раз когда я видел нож у которого следы литья остались но вот на бёрде увидел качество сделаны клипсы то есть так как наверно не получится передать но кое ощущение что вот на уроке в трудов трудов школе в четвертом классе взяли дали молоток ребенку он там отдолбил ее вот такой вот бёрд к сожалению камера не передала всего того великолепия которое было на этом ноже на самом деле вы скажете ну все же круто принципе все же понятно 60 долларов здесь 20 долларов здесь на кстати надо отметить что помимо того что подводы кривые помимо того что спуски кривые бёрд отличается от эндур еще и тем что эндур сведена в 05 плюс минус а бёрд 075 почти в 08 плюс минус вы скажете что ну да все это понятно как бы но 20 60 баксов вот я так подумал на эту тему ребят да наверное да при условии что мы живем на мы живем во вселенной спайдерка и президент космоса у нас фасил глэссер но я скажу так пошел ты сел шел бы ты в жопу потому как вот те же самые 20 баксов та же самая длина клинка конкретно рабочие части они практически идентичны можно это заметить только абсолютно нормально сделанные спуски подводы не без косячков но не над не настолько чудовищного вида те же самые та же самая 8 cr13 movie плюс здесь есть еще асист это кешь компаунт я как бы взял его не потому что он такой супер офигенная потому что просто под руку попался то же самый китай асист любую кто бы чего не говорил если нож использовать и это удобно так вот соль в чем естественно мне можете ответить что слушай но все это классно ну а как насчет термообработки да то есть спайдер то может резать там гораздо круче там термообработка керша может быть то и все я скажу да ребят в принципе да принципе но только в принципе потому что как бы там ни было узнаете нужно четко понимать как бы такое понятие как вообще комплекс всего ножа нож только на какую-то часть кусок металла рукоятка и прочее на большую часть все-таки нож это некий аккумулятив между ножом владельцам и главным образом техникой и средой применения я хочу я как бы тихонько так веду к тому что нож за достаточно серьезные деньги или нож реально рабочий где острота не столько острота сколько качество движущей кромки качество заточки решили играет какую-либо важную роль это все-таки нож не стоимостью 20 долларов и уж тем более не первый нож в большинстве своем все-таки как бы вот удел этих ножей это быть первым ножом у кого-либо и я думаю с очень высокой долей вероятности оба этих ножа будут заточены так себе у их обладателя они может быть будут острыми но стойкости там речи не будет и соответственно какая там термообработка по большому счету роли не играет никакой а вот что играет роль на мой взгляд существенно это то как качественно выполним нож потому что понимаете как бы вот когда человек у которого есть ножевой опыт он покупает нож там 300 300 500 и по счету видят там какие-то небольшие косячки он на них вообще внимание не обращает ну как бы отдает себе отчет в том что даже нами теки бывают косяки на кастомах они бывают а ждать от серийки чудес как бы у такого человека никогда такого в принципе ощущения нет он реалистично видит мир качан покупает первый нож он очень сильно будет переживать из-за того как некрасиво выглядят спуски на его ноже он очень сильно будет переживать из-за вот этой вот херни внутри рукояти и в этом случае человек купивший кершик вот этот вот абсолютно как бы абсолютно китаец по сути просто брендовый нормально сделанный он будет радоваться а купивший bird машем что он скажет ну и ладно я еще раз хочу основную нить этого анзора подчеркнуть я хочу сказать что селблессер может идти в жопу то есть вот по какому на каком основании так делается на так делаются ножи я не понимаю в том же самом китае делается тенейшес резилинс который все-таки но на порядка на низко порядков лучше а по качеству чем этот бёрд в том же самом китае делаются вот эти кершики делается куча ножей которые делаются абсолютно нормально этот бёрд он не выдерживает абсолютно никакой критики вообще на каком основании спайдерка так относится к своим клиентам и цати не надо мне говорить о том что бёрд это не спайдерка вот 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 это можете как бы знаете оставить при себе на самом деле спайдерка пихает это в свой каталог спайдерка выкладывает это на своем сайте поэтому это спайдерка и ответственность тоже та же самая эндуро эндуро это отличный нож если вы хотите сделать нож дешевый похожий на эндуро делайте но если вы намеренно как бы спускаете в вожжи да и расслабляете ошейник а т.к. с исключительно с целью того чтобы человека после бёрда направить на эндуро то гореть вам в аду на самом деле господа и спайдерки потому что но не надо считать людей мудаками на самом деле мы не на вашей планете живем мы живем в мире где есть конкуренция и в этом мире вот эти ножи должны просто изначально все толпой сгореть в аду нахер потому что вот это это не нож это говно полное и поэтому я делаю обзор перед тестом мне плевать что она покажет на тесте мне плевать как она будет резать вот это не посоветую никому и да естественно я понимаю что может быть мы не так по жизни повезло на самом деле ножи бёрд они просто супер отличного качества офигенные резучие все все у них вылизано вот у меня такой экземпляр может быть и так но я вот не поэтому я считаю что компания бёрд это это и вот то качество ножей которые сейчас я которые я сейчас вижу это по меньшей мере позор села глэсера позор компании спайдерка это это не выдерживать ни критики у этого нет ни объяснения ничего а кстати да почему я это все беру без эмоционально в отличие от бекера а потому что я этого ждал я когда бёрд вот это вот говно из коробки достал я даже улыбнулся потому что я именно этого ждал то есть вот я ждал что это будет ужасно обработаны ужасные подводы но проблем знаете вот я подводы но я очень редко вижу когда вот я не могу это на камеру показать но если вот грубо говоря представить что клин он ровный да изначально идет вот такой ровный металл вот он то здесь лин идет вот так то есть вот здесь выемка здесь как бы выпуклость и это это непередаваемо нас было такое ощущение что вот вышел как бы взяли рукоятку взяли там заготовку для клинка все это собрали как-то дали рашпиль он начал долбить по нему вот вот и сделал да ну потом просто подводочный круг затолкали все отполировали на то есть здесь абсолютно все элементы сделаны через задницу даже вот это вот дырка это вот патентованное отверстие да она изначально с коробки она цепляла пальцы так что в принципе вот в таком варианте она могла его чуть-чуть порезать я это дело естественно убрал сразу и пальцы дороже но тем не менее то есть понимаете как бы есть нормальное отношение к клиентам есть нормальное отношение к людям вот есть эндуро к ней не есть много вопросов но свой ценник она отрабатывает на все грубо говоря положенные сколько там долларов ровность равна как вот этот кершик но вот этот нож он не знаю я честно говоря для меня это не столько неприятно сколько яхо я его и покупал по большому счету чисто с той позиции что я хотел убедиться в том что мне говорят умные люди во первых а во вторых я хотел показать все по большому счету я конечно ты исправлю я эти подводы уберу перед тестом на войлоке все мне покажет на канате я не знаю и даже если он покажет какой-то феерический результат ну и что с того то как я уже говорил нож это ведь не просто сталь да это не просто какое-то там количество резов на канате так и улетит это некая совокупность и игры удовольствие от эксплуатации удовольствие от обладания удовольствие то что в руку этот нож попадает она гораздо больше значит и вот этот нож кроме разочарования своему потенциальному владельцу ничего не принесет спасибо за просмотр пока